Вечер добрый! Слушайте вы свое радио. Понедельник, начало недели, замечательное время вечер. В это время в студию приходят живые люди, живые музыканты, с которыми мы беседы-беседуем, песни они поют. Ну, в общем, такая нормальная кухонная, как обычно, обстановка и атмосфера. Будем надеяться на ваше внимание, потому как сегодня здесь гость, которого многие из вас ждали. Ждали, требовали и, в конце концов, нать, получите, распишите, что называется. Как обычно, традиция есть традиция, мы ее не нарушаем. Первая песня, после чего уже знакомимся с музыкантами. Ну, собственно, с ними знакомиться особо не надо. Но представимся, как так формально мы это сделаем. В любом случае, дальше пойдем уже по графику. А пока что, как обычно, живой звук в программе «Живые». Поехали! У тебя есть дома мухи, тараканы, паучки, но никогда не будет вот такой же штучки. А у меня есть штучка, такая прям такая, ля-ля-ля, жужужу, никому не покажу. Ты каждый месяц спрячешь под подушку получку, но не накопишь никогда на такую же штучку. А у меня есть штучка, такая прям такая, ля-ля-ля, жужужу, никому не покажу. Ты хочешь выглядеть умным, надеваешь очки, но все равно ты как дурак из этой штучки. А у меня есть штучка, такая прям такая, ля-ля-ля, жужужу, никому не покажу. Ты сразу посидеешь, упадешь со штучка, если я приду, скажу, смотри, какая штучка. У меня есть штучка, такая прям такая, ля-ля-ля, жужужу, никому не покажу. У меня есть штучка, такая раз такая, ля-ля, жужужу, никому не покажу. У всех такие диджища, аж даже горячо, все время что-то ищут, но сами не знают, что. Чуть нервные очень, а мне все нипочем, и я такой короче, а я чё, а я ничего просто. У меня есть штучка, такая прям такая, ля-ля-ля, жужужу, никому не покажу. А вы хлопайте, не хлопайте, на собственном опыте вам открою секрет. Штучка либо есть, либо ее нет. Ну вот, хотел сказать, знакомство состоялось. В принципе, глупая реплика, конечно, безусловно. Знакомство состоялось давно. Я сейчас прочитаю тебе сначала одно сообщение, их много уже. Прочитаю одно, а потом начнем с тобой беседу. Беседовать. Это, в общем, то, о чем я тебе сказал, как только ты вошел к нам в редакторскую. Примерно то же самое. Значит, ух ты, вот она. Анатолий Лузбин пишет. Жду с нетерпением, слышал только на своем, никогда не видел видео, но тут вот те раз вышел на главной сцене. Я же не кричу, мол, это же Вася, я же его знаю, песня супер. А он начал петь какую-то хрень. Вася, люблю твое творчество, а истина только на своем. Включаю видео, жду начало. Или жду на палму, он написал. Василий Уреевский. Сейчас было несколько капель на палму сейчас. Да, Василий Уреевский, привет. Привет. Вася Уй, как он написал у нас на стенке, мы теперь с тех пор его Васей Уйем и зовем. Ну, это сокращенно долг, длинная фамилия Уреевский. Просто первая, последняя буква. Какой-то там Кураевский. Уй. Уй, понятно. Ну, и вместе с ним сегодня Михаил Гардин. Клавиши, гитара, аккордеон, в общем, мультиинструменталист. Привет. Привет. Он тихий. Он, если поет, то поет шепотом практически и разговаривает. Почти. 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 Сегодня такая полуакустика, ну или акустика. Это промежуточный вариант. Промежуточный вариант между электросоставом электрическим и акустическим составом. Но это не меняет дел, потому что Уреевский, он хорош, мне кажется, в любых своих проявлениях. Будем само собой сегодня это выяснять и доказывать тем, кто, возможно, еще не очень в курсе полностью, так сказать, творческого потенциала этого замечательного молодого человека. Который вышел на главную сцену уникально и удивительно. Я тебе скажу коротко. Мы были в тот момент, когда ты играл и пел в онкологическом центре. Ничего не подумай, у нас у хорошей подруги, мы уже вырезали, онкология. В общем, лежит она в этой палате, у нее телевизор, хорошая палата. И мы сидим, разговариваем, муж ее, замечательный музыкант, между прочим, группа «Бобры», на секундочку. Вот. Сидим, беседуем, и как-то краем глаза телевизор, там главная сцена, кто-то поет, мы что-то там хихикаем по поводу двух. Не понял. Я вижу перед собой Урьевского с фонарем под глазом. Мы громче слушаем все это дело, ржем, как кони, само собой получаем огромное удовольствие. Но я так и не понял, почему ты не пил ничего своего, теперь знаю, что свое нельзя. Вот такие условия. Законы телевидения. Такие условия, да, этого конкурса, не конкурса, этой программы, не программы, непонятно. Рады мы тебе дико, спасибо, что пришел. Спасибо, что позвали. Уже не в первый раз ты здесь. Второй? Да, поешь. Третий? Подожди. Нет, живые второй? Нет, подождите, я говорю о том, что ты был на своем радио два. Один раз как помощь Гапенко, другой раз Гапенко с тобой как с помощью. Да. Да, и все время вы были в эфире у Чехова. Да. Оба дважды. Привет. Теперь и Чехов пришел посмотреть в живых, как ты поешь. Он не знал никогда, твое творчество с ним не знаком. Теперь будет знакомиться с тем, что ты поешь. Что приглашал. Что приглашал. Поешь, да. Вот, а второй раз в живых, это понятное дело. Первый раз в живых на своем, но, тем не менее, мы давно знакомы, слава богу, и понимаем прекрасно, с кем и с чем мы имеем дело. Сообщи, как с нами связываться. Очень все просто. 46-47, это короткий номер для ваших смс-ок. 46-47, пишите свои. Не важно, кириллица, латиница, не имеет значения, делайте пробел. Дальше уже все, что хотели бы адресовать сегодняшним гостям. Вася, например, или Миша, он тоже ведь умеет отвечать, хоть и шепотом. Миша говорит, что умеет. Да, умеет, да, умеет. Он на женщину работает исключительно, он мачо. Далее, в группе официальное сообщество своего радио ВКонтакте, там все тоже просто, фотография Урьевского уже выложена, и в самом тексте Василия Урьевского написано синим, это значит, активная ссылка, кликай на которую вы оказываетесь у него в сообществе, вступая в это сообщество, получаете всю нужную информацию первыми. Это очень круто, быть первыми. Далее, чаты. Чат есть на сайте своего радио, своерадио.фм. Там же, собственно говоря, плеер длинненький такой слева, онлайн-аудио, чтобы слушать, справа онлайн-видео, чтобы смотреть, синяя кнопочка кругленькая, кликайте на нее, и вот вам счастье, вы в картинке, которую нам предоставляет Планета Ру, замечательная коротфайдинговая платформа. Там можно видеть картинку, и в то же время там же можно отписываться, там тоже есть чат, все сказал, что касается связи с нами. Вася, не шипи, надо петь. Вот, а мы как раз обсудили, что спеть. А чего, 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 мы знать должны, что вы будете петь. А мы сейчас споем песню «Самый лучший начальник». Ах ты молодец. Мы решили прям сразу вот такие. Да по тем, которые в ротации своего радио, да по тем, которые узнают наизусть, да по тем, которые сейчас будут люди рукоплескать, потому что эти песни крутятся периодически в эфире, и эти песни любят, любят и любят. В общем, молодец. Поехали. Итак. Ты работаешь в банке охранником, Уже опыт работы немаленький, Ты считаешь кретином начальника, Ты его называешь чайником. Ты работаешь в школе уборщицей, От зарплаты карман нет опорщица, Эта грязь никогда не закончится, Всех убить давно уже хочется. А я самый счастливый из вас, У меня есть мой маленький бизнес, Маленький, плохо, разве не имеет значения размет? Самый лучший в мире начальник — это я, Потому что я работаю на меня, Никогда не ругаю я меня, Ведь лучший работник — это я. Самый лучший в мире начальник — это я, Потому что я работаю на меня, Никогда не ругаю я меня, Ведь лучший работник — это я. Ты в какой-то компании менеджер Очень скучно, хотя и денежно Все время думаешь, как сюда я попал А тебя устроил твой папа Ты президент крупной корпорации Акции, презентации, оппозиция В пору утопиться Огромный штат кадров И все тупицы А у меня не течет кровь бизнесу У меня никакого нет бизнеса Хочу, хожу, хочу, лежу Я сам себе принадлежу Самый лучший в мире начальник Это я, потому что я работаю На меня, никогда не ругаю Меня, ведь лучший работник Это я, самый лучший в мире начальник Это я, потому что я работаю На меня, никогда не ругаю Меня, ведь лучший работник Это я У меня не течет кровь бизнесу У меня никакого нет бизнеса Хочу, хожу, хочу, лежу Я сам себе принадлежу Самый лучший в мире начальник Это я, потому что я работаю На меня, никогда не ругаю Меня, ведь лучший работник Это я, самый лучший в мире начальник Это я, потому что я работаю На меня, никогда не ругаю Меня, ведь лучший работник Это самый лучший в мире начальник Кто? Я Самый лучший в мире работник Кто? Я Я, самый лучший Все на свете Тоже я, потому что я работаю На себе Бя-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я Солидарен абсолютно Подпеваю эту песню Потому что я тоже самый лучший В мире начальник Исключительно из соображений Что работаю сам На себе Дорогой мой Да, чего хотел сказать? Нет, я хотел сказать И неплохо получается И спасибо тебе большое Я прочитаю, как раз вот к месту приходится сообщение от Максима Зверева, который написал его чуть раньше. Но, коль же ты песню эту спел, смотри внимательно. «Привет, свои живые». Вот такая вот история, знакомство у меня с творчеством. Вася узнал о нем благодаря программе «Живые» на нашем радио. Год тому назад приходил с полным составом, было такое дело. Зацепили тогда сразу первые же сыгранные песни. Дальше все больше влюблялся в их творчество. А с песней «Самый лучший начальник» я понял, что эти ребята достойны быть не только в моем личном аудиоархиве выпусков программы «Живые», но и в большой, по-вседневным, так сказать, плейлист им дорога обеспечена. С тех пор творчество Василия не раз поднимало мне настроение в те моменты, когда было грустно. «Спасибо тебе, Вася», — пишет Максим Зверев. — Пожалуйста, Максим. И тоже, соответственно, спасибо обратно. — Малая Родина тебя слушает. Привет, Вася из Саратова. Малая Родина слушает, слышит. Сергей Орещенко написал. — О, Сергей, здравствуй, Сергей. — Давай мы... Вот о чем. Ты театральный человек, по сути дела, саратовскую, да? Ты закончил же... — Да. — Консерваторию, как я понимаю, саратовскую. — Театральный факультет Консерватории. — Театральный факультет... То есть ты и актер, и певец, и всё на свете, и на Дуде игре? — Скорее актер, да. Ну, то есть театральный факультет там учили петь «по стольку, поскольку», как бы. — Ну, в театре обычно учат «по стольку, поскольку», да. — Ну, да. — Так и есть. Но ты-то ведь видишь не «постольку, не поскольку», а «посерьёзу» как-то? Или это у тебя от матушки природы-то? — Нет. — Вот это всё хозяйство. Ну, это я... Не знаю. Я тренировался и продолжаю. Самоучка я, в общем. Ну, и правильно. Очень часто бывает, что самоучки дают фору всем, кто долго-долго учился. Просто потому что дар есть. Дар есть. Как всегда, как говорится, Вася есть Вася. Всегда позитивно и душевно. Давай-ка вот что. Начнем, наверное, сначала. Пока про ТВ-шоу начали, Василий, поделитесь впечатлением, зачем оно было надо. Это на СМС-портал пришло сообщение. 46-47. А зачем надо? Я отвечу за Васю, чтобы знали, узнавали. Ну да. А я там так и сказал. Мне тоже спросили, чтобы знали. Фингал зря стер. С фингалом тебя быстрее бы узнали. Как-то так очень лепится сразу. Шучу, шучу, шучу. Я, честно говоря, думал... Долго ли я обратно? Думал настоящий. На самом деле, гример на первом, конечно... Очень хороший. Это на втором, но я думаю, это не те же. Ну, неважно. Люди-то те же. Они тусят туда-сюда. Программа на России, да, не на первом. Но неважно. Все равно группы-то туда-сюда ходят. Я знаю точно. Они уже все наемные люди, не сидящие там на работе. Значит, всем здрям привет всем своим живым. А вот я тоже подтянулся. Не знаю, насколько долго, но попробую задержаться до конца эфира. Музыка-то клёвая. Весело, задорно. Бодрячком несу чушь. Но всё равно в моей душе клёво. От такой музыки, значит, день удался. Слушай, тоже обычно несём чушь. Здорово получается. Да, я заметил. Хорошо. Нести чушь тоже нужно умело и грамотно, правильно. Чушь, она на то и чушь, чтобы с ней быть нежным. Ты сегодня не планировал Баба Баби Розин? Нет, видимо, нет. Она только в электрике. Я не планировал, но мы иногда играем её в акустике. В принципе, можем. Потому что нет, ну хорошо. Вы её любите и хотите. Очень. Ну, она в обмолдовском... Чуть-чуть туда подальше. Чуть дальше, да. Она в ротации, само собой, присутствует. Но просто я считаю эту песню одной из... Уж извини. Одной из лучших твоих песен. Тогда специально. Одной из лучших твоих песен. Надежда Анисимова написала. А мы лет... Планочка такая. Лет несколько... Не знаю, планочка, не планочка, но в этой песне есть всё, что... Ну, собственно, эта песня отвечает на вопрос, кто такой Урьевский. Что нужно звезде рок-н-ролла. Ну, тоже ничего, да. Но вот Баба Баби Розин — это песня, которая отвечает на вопрос вообще, что есть Урьевский. Потому что там есть, ну, если иметь в виду полный звук, да, в том звуке, в электрическом, который он звучит, там тебе и драйв, там тебе и рок-н-ролл, там тебе и текст, там тебе и ирония. Ну, в общем, всё складывается. А мы много лет назад приехали на Грушинский, а рядом с лагерем сцена «Время колокольчиков», и весь лагерь «Вася, Вася, ах, Вася». Любимец публики, блин. Это саратовская площадка «Время колокольчиков», да, они ставят и на Грушинском. В этом году уже не ставили, да, ну, ставили несколько лет подряд, и да. И было несколько лет, когда я выступал только там, меня на другие сцены не пускали никак. Почему? Ну, они меня не знали на других сценах. Лет 10 не знали? А потом не пускали, потому что знали, как раз, по-моему, вот так. Это так у них получилось. То есть я прям приходил, они меня видели издалека, говорят, не-не-не, у нас тут всё расписано, у нас мы... Я говорю, а можно я у вас поиграю, а то я же не могу всё время... Нет, ну, прошло время, и всё изменилось. Я тебе скажу, как бы это ни было парадоксально, телевидение всё-таки делает свою работу. После появления в этой... А, кстати сказать, мы запланировали наши эфиры ещё до того, как увидели тебя в картинке-то на канале России. Я-то давно вообще к вам хотел. Ну, это понятно. Спасибо тебе большое. Вопрос несколько в другом, потому что, чтобы сейчас аудитория не думала, что мы вспомнили про Уриевского, как только увидели его, знаете ли, мы планируем логистика эфира за месяца-два вперёд. Поэтому в планах ты стоял и на этот день уже давным-давно. Это я сразу отсечу. Всякие разные домыслы, и люди же разные. Но, тем не менее, телик делает свою работу, я тебе скажу, вот увидели тебя миллионы людей, да, сказали для себя, вау, что-то интересно. А добавилось, друзья, 50 человек. Ну, нет, я на самом деле считал, не, ну, больше. Ну, нет, конечно, произошёл скачок. А давайте побьём рекорд канала «Россия». Давайте-ка добавляться сейчас быстренько в группу «Апсельное сообщество Кваси», там всё просто. Можно, да, конечно. В самом тексте анонса, ещё раз говорю, Василий Урьевский выделен на синего, значит, активная ссылка. Входите, вступайте, я-то там давно уже. Я вот могу сказать, и это как бы тоже, ну, это будет комплимент по делу, потому что это реально факт. Есть же, да, в группах вот в этих официальных, там статистика есть такая, разделка там ВКонтакте. И можно посмотреть, сколько людей, какой день добавило, сколько убавилось из группы, вышло. Так вот, и можно график посмотреть вообще за весь год, там. У нас максимальный скачок был, то есть были разные скачки, там бывали. Вот самый максимальный пока — это эфир «Живые» на нашем радио. Ну, я, собственно, это не комплимент, это нормально, иначе мы бы и не работали, а зачем нам это было надо? Второй канал, я не смотрел. Программа популярная, да, программа бьёт рекорды популярности всегда. Так что спасибо. Да ладно. Спасибо тебе. Спасибо тебе огромное, потому что ты один из... Ну, когда говорим об эфире, ну, я имею в виду о линейном эфире, да, ротации, то порядка 350 групп в ротации, и как только, ну, повторяемость я её избегаю, посему очень много музыки разной, чтобы не было замыленности. Вот как только появляется Уревский, я смотрю в чате, попадаю в чат глазами, говорю, о, Вася, Вася, радуются, как дети, ей-богу, радуются, ну, как маленькие. И совершенно очевидно, что... У нас песни-то детские как-то. Конечно. Для детей, которые внутри нас. Для детей, поёшь, и совершенно верно, теребишь самое-самое трепетное, что называется, душевное, детское. Предыдущий альбом заслушан до дыр. Ребята, когда новый альбом ждать, Евгений Шипков, когда? Понятная песня. Могу сказать, если бы... Ну, скоро. Альбом будет бардовского формата, где я буду под гитару один. То есть полная акустика такая? Да, прям вот. Даже без Миши? Даже без Миши, да. То есть я буду просто там пум-па-пум-па петь. Миша Сукаризный смотрит. Я сейчас... Я могу, кстати, сейчас, например, раз, ну, так вот, для разнообразия сейчас спеть песню, которая, возможно, будет на этом альбоме. А, то есть это вот как бы пред-пред-пред-пред-презентация. Ну, такая, да. Синглик такой. Это... Да. Сколько мы в основном поем чаще всего... Сейчас, уже... Нет, пока еще сюда. Одни песни какие-то, ну, одни и те же, в основном там хиты-хиты все хотят слышать какие-то. Вот. Но нет-нет, иногда вставляем что-нибудь новенькое. Вот есть такая песня, она не очень новенькая, написал ее давно, но пел там в два раза в жизни вообще где-то всего. То есть ты можешь считать это премьерой в радиоэфире? Ну, в радиоэфире точно не пел никогда, да, поэтому... Спасибо. Но сейчас что-то про нее вспомнил. Она такая прикольная, как раз я пел, недавно был концерт в «Гнезде глухаря», я ее там спел, она так понравилась даже мне. Сейчас я ее хочу еще раз спеть, и мне понравилось. Это такое поклон, уважение, дань уважения творчеству Псоя Короленко. Ах, вон она. Вот, вот так как бы. Я написал и понял, что это могла бы быть его песня. То есть я понял, что это он меня тоже укусил. Круто. Давай, как называется. Помни, вижу, знаю. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня Василий Левьевский. Поехали. Начинается, как 50 других песен. Мы потерпим. Я помню, я вижу, я знаю. Вот такое, вот такое, вот такое, вот такое, вот такое, вот такое. Вот ты помнишь, ты видишь, ты знаешь. Продолжение следует... Но на всякий случай, все же, если что, то вот Не помню, не вижу, не знаю Вот какой я, вот какой я, вот какой я, вот какой я, вот такой я, вот такой я, вот такой я, вот такой я Не помнишь, не видишь, не знаешь Вот такой-то, вот такой-то, вот такой-то Вот такой-то, вот такой-то, вот какой-то Не помним, не видим, не знаем Э, всё так просто Ничего не бойся Но на всякий случай Помнишь все же, что кто-то Все помнит Все видит Все знает Рыдает студия практически Рыдает аудитория А Уриевскому все нипочем Он помнит, он видит, он знает И даже если не помнит, не знает Вот такой он Василий Уриевский Или Вася Уй Руслан Ильинов написал А у нас в семье знакомство Началось так Дочке на день рождения подарили плюшевую игрушку Неведомую китайскую хрень Отдаленно напоминающую саблезубую белку Из ледникового периода Эта тварь еще какие-то там звуки издавала Пока у нее батарейка внутри не сдохла Но дочке она пришлась по душе Только имя никак не могли ей придумать Пока не услышали песню штучка И все срослось Такой вот штучки не было ни у кого И маленький плюшевый уродец Под эту песню стал недосягаемым авторитетом у одноклассников А песня одной из любимых Перекинь? Ну да Это вот и ответ на то, что такое штучка Теперь это маленький плюшевый уродец Саблезубая белка из Китая По-моему, круто По-моему, красиво Слушай-ка Ну, Гордину я помню В общем, это вот сама по себе история Да-да-да С Гординой А имею в виду группу Да, имею в виду коллектив под названием Гордина Что для тебя все-таки остается в большем приоритете? Это полное электричество Имею в виду такой полный живой звук Это вот такая средняя стадия между электричеством Когда здесь Не заставляйте меня выбирать Гордин, Миша Либо ты сам к себе Ну, я не знаю Я все люблю То есть я без чего-то Без чего-то одного этого Мне будет как-то скучно То есть в концертах ты играешь все Одиноко Условно говоря Ну, скорее мы прям концерты подразделяем так У Вайт очень редко, когда мы играем четвером И я там То есть ребята такие Хоп, притихли Я там одну песню сыграл Один там или две Мы иногда так делаем, но редко Чаще всего бывает, что просто Весь концерт я играю Допустим, в гнезде глухаря Такой по-бардовски Один сижу с гитарой играю Или, например, мы вот 3 октября, например Сейчас поговорим, да Приходим вчетвером и играем Совершенно другую программу Другие песни Другие песни разные все То есть там на 90% Это другие песни Как у тебя песни-то? Я недавно занялся подсчетом И практически сразу возник вопрос Что считать песней? Потому что То есть я Ну, их Если считать вот вообще все Что я когда-либо В свое время, когда написал Думал, что это песня Вот если вот это все считать То там, я думаю, будет за 200 Около 300, наверное А так А если это откинуть? Ну, если так вот все-таки откинуть Это все-таки, что Ну, вот, честно говоря Это, конечно Ну, это просто стыдно Вообще вот На свет вот вытаскивать Лучше пусть лежит там Вот таких Ну, чуть меньше 200 Ну, там 195 Примерно Ну, в принципе, тебе за них не стыдно Ну, так Более-менее, да Практически нет Ну, что-то около 10 Если еще там аранжировочка Под это И спеть еще нормально Я же У меня есть записи, ну, допустим Ну, там, школьных времен Я же там пел совсем ужасно И играл тоже Если сейчас вот взять эту песню Пару рифм переставить Сделать аранжировочку Спеть По новой Что тебе мешает Глядишь и хит Ну, как бы, зачем Не знаю Это я оставляю на Какое-нибудь такое время Когда настанет время Когда мне перестанет Приходить сигналы из космоса Перестанешь новое писать Да, а я тогда Вернешься к старту А у меня Тоже хорошо А вот, говорили, Логутенко так делал Тоже хорошо Да, Логутенко бедный так делал Логутенко на самом деле потратил Ну, он 15 лет потратил на то, чтобы пробиться Нет, ну да То есть у него тоже багаж там Дай бог Там огромный был То есть я когда-нибудь Я, возможно, к этим архивам вернусь А пока нет А сейчас даже странно представить Что Илья Логутенко Теперь это имя знакомо всем По-моему, даже и не только в России 15 лет играл в холостую В пустоту практически Никому он был не нужен И вот такой маленький какой-то случай Повезло человеку И все срослось Вот ты как относишься К такого рода чудесам И к такого рода везению? Я отношусь То есть я могу точно сказать Что оно есть Что оно есть И оно Но я никак не могу сказать Как его там поймать Или что нужно делать Чтобы оно случилось То есть Я был свидетелем примеров Когда люди делали много И ничего не случалось И наоборот Это вот это и есть суть везения Оно либо есть, либо его нет Либо есть, либо нет Ну да То есть я знаю, что оно есть Точно Что оно бывает Я могу даже сказать Что у меня было пару таких моментов В жизни там Каких-то таких поворотов Когда я Ну просто понимаю, что мне повезло Ну то есть Что этого могло не случиться И я даже Вот сейчас просто про карьеру говорю Про вот это Что, потому что Меня там спрашивают иногда И то Это было не так вот А как То есть А ты можешь сказать Рустему Нурьеву спасибо Да Я просто хочу сказать Что есть Ну директор коллектива Да, директор Директор, продюсер Он все в одном лице Да, все в одном лице Он же в прошлом Директор группы Лума Турман А Рустем Если он сейчас слушает Надеюсь, слушает Я не знаю Возможно Собирался Ну потом послушает В повторе Он сейчас занят Очень Мы завтра снимаем Никогда не было возможности Ему сказать это в лицо Но вот он зануда страшный В хорошем смысле В хорошем смысле Есть такой, да Есть люди занудные Противно А он такой Который не даст о себе Забыть никогда И это качество Замечательное Потому что Когда мне говорят Почему ты не отвечаешь на почту Потому что у меня 200 писем Там 100 писем 150-200 в день Когда я не успеваю ничего Но Риевское письмо Я пропустить не могу Потому что он его отстреливает Как из очереди Бах написал Я, видимо, где-то пропустил Потом он повтор Потом повтор Я думаю Стоп, какой это повтор по счету Ах ты, е-мое Так я, оказывается Не увидел первое Которое было 12 дней назад Так и так я на него попадаю Так и так я встречаюсь С ним периодически в почте Вот это и есть, наверное И при этом не занудствует В том плане, что Ну как, вот ты не отвечаешь На мою помощь Вот этого всего нету Он понимает, что у него Видимо та же самая история Вот это для меня В некотором смысле Пример продюсера И пример директора Который точно знает Чего хочет Он добивается своей цели Но делает это Без противного занудства Поэтому привет тебе Рустам большой Огромный пламенный Это уже от меня Что называется лично Вопрос этот тут вот есть От Сергея Сергеева Василий А есть ли у Михаила Другая судьба У меня спрашивают Да-да-да Есть ли у Михаила Другая судьба После того, как он Погрузил столицу в Смогу Ага Вон, как глубоко копнули Глубоко Сергей Сергеев Копай В смысле Другая судьба После того, как он Ну в смысле Другая судьба Ну то есть У него же дальше Он попал в плен К пиратам Ну то есть там Дальше было событие Что делал он дальше В американском баре Вот вопрос Потому что дальше он Давайте расскажу Это есть песня У меня есть песня Да понятно Я смотрю Рома уже взошелся Рома уже вообще Просто не понимает Что происходит И не все читатели Возможно У нас читатели Да Не все читатели Нашей радиостанции В курсе В общем есть песня У меня Называется сериал Если у вас есть желание Там время Можете найти ее Где-то в видео Аудио Она длится 11-12 минут Примерно очень длинная Она длится 11-12 дней Это сериал Потому что сериал Ну и короче Там есть конкретный Запутанный сюжет С персонажами Которые появляются Исчезают Появляются новые И так далее Вот есть там персонаж Миша Который действует Практически половину Всей песни И потом 70 человек тебе В группу уже добавились Е-мое спасибо А ты видишь 50 После телевидения Я конечно принизил Там побольше Но Примерно 70 Ну в общем Дальнейшая судьба Михаила была Он Я думаю Что он спился В американском баре Вот Где он встретил Сценариста Джека Сценарист дальше Пошел снимать кино По истории Михаила А Михаил остался бухать Я думаю Так он и там И все Возможно я думаю Он потом встретил Свою любовь Гардин был прототипом Я почему на него И посмотрел Гардин Ну нет Я не думаю Что он не такой Везунчик Он бы Не выжил бы В сортире Ну ладно Давай петь Что будешь петь Ну что планировали Скажи мне Ну у нас тут Хиты есть Поскольку сейчас Я уже новенькую песню спел Сейчас еще Какой-нибудь хит Тем более Она тоже есть По-моему С вратат Давай споем Не супер Ну не Ну нормально Он говорит Может быть Давай споем Конечно споем А как ее не спеть Как всегда Живой звук В программе Живые Здесь сегодня Василий Левский И вместе с ним Михаил Гардин Поехали Моски на диванах стоят Плащ на стуле висит Этим утром все люди спят А Супермен не спит Снова он усилием героическим Честно отработал обе смены Отдыхают все периодически Нужно отдыхать и Супермену Нужно отдыхать и Супермену Как же так можно жить Себя губить Все для кого-то К матери черта Такую работу Как оно бы все могли Если поверили Но не стараются И Супермен только он Остальные стесняются Супермен Супермен вздыхает устало В сотый раз Говорит себе, хватит Не то, чтобы платят мало Да просто вообще не платят Всё как-то навалилось в совокупе И требует реальных перемен А он давно уж не уверен, что он супер И даже сомневается, что мэн Серьёзно сомневается, что мэн Как же так можно жить, себя губить Всё для кого-то, к матери чёрта Какую работу, как он бы все могли Если поверили, но не стараются И супермен только вон стальные стесняются Ужин сегодня, не супер Запах в подъезде, не супер Дороги, дороги, центральная ТВ И ещё по сути, очень много чё не очень И ты хочешь ли не хочешь, но пошу страда ночи И как ни крути, но он нужен всем В любом небоскрыбе, в любой халупе Никуда без него, потому что он мэн Потому что он супер Он всех спасёт, он лучше всех Он просто суперчеловек И станет нам легко-легко Лишь только мы заметим в облаках Его трусы, его трекот Как же так можно жить, себя губить Всё для кого-то, к матери чёрта Такую работу Как он бы все могли, если поверили Но не стараются И супермен только вон Остальные здесь снятся ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Мы к этому привыкли, потому что это, знаешь, как Есть... Зря я написал Нет, нет, почему же Есть такие штуки, которые За человеком, как бы сказать, привязываются к нему Лепятся На самом деле не хотелось бы, чтобы привязался просто У Васиа вы? Да, ну это так, я пошутил просто Так твоя же шутка Огромное спасибо Василию за песню Весь мир на ладони Трогательно до слёз Цепляет каждый раз Василий Респект Пишет Алекс здесь в чате Уже на сайте Спасибо Мы на самом деле планируем её спеть сегодня Ну замечательно Я думаю, что как раз и тому же Алексу будет приятно И многие другие, кто её не знает Порадуются тоже Сегодня обязательно Недавно выяснилось Да Ну то есть есть у меня Очень хорошая знакомая одна И она Ну то есть мы с ней общаемся Общаемся Оказалось она Ну ты знаешь, что я пою? Ну не очень Не глубоко, так скажем Вот И тут Что ты говорит Что ты всё время Ей прислал какую-то фотографию Показал, что я Там в каком-то виде Таком Она говорит Что ты А где А нормальный Это может быть нормальный Что ты всё время Такой Какой-то вот Какой Ненормальный Какой-то всё время Ну такой да А нормальный человек Можно сделать А я её говорил про клип Что вот в клип И я ей говорю Слушай, есть уже клип Где я нормальный Такой прям вот И я ей вот мир на ладони Некрас anyway Такой скинул И она так посмотрела О Это нормальный рейт Другое дело А я там весь такой прелизанный, причесанный Ну, кому что, на самом деле Вот, то есть она Кому что? Не видела до этого Кому что? Кому нормальное одно, кому ненормальное другое По мне, так любой человек нормален, если он делает то, что ему нравится и любит Кто такой Александр Игнатьев, не знаешь? Нет Потому что он пишет в чате На планете, в настоящее время команда занята подготовкой новой акустической программы Премьера, которая запланирована на осень Я думал, может быть, кто-то из команды, которая сейчас сдает информацию Александр Игнатьев, нет? Это точная информация, что на осень планируется премьера? А сейчас, еще раз, какая команда? Наша? Ну, видимо, да На планете? Нет, ничего Нет, планета, там у нас видео, там у нас чат Просто я оттуда читал А, так, еще раз, команда еще раз В настоящее время команда занята подготовкой новой акустической программы Премьера, которая запланирована на осень Откуда эта реплика? Видимо, имеется в виду Запись альбома Бардовского Возможно, да Я только не знаю, где уже мы ее Ну, хотя я, в принципе, говорю все время, это вы на радио А где мы могли упустить эту информацию? Вот Ну, скорее всего, имелось в виду, что мы Акустический альбом, мы просто хотим его записать Вот этот Бардовский В виде концерта Александр пишет цитата с официального сайта группы Ну, а я, кстати... Ты вообще следишь за сайтом своим? Редко Это все нормально Ты когда будешь нормально Это крост-тема вопрос, конечно Скорее всего, имелось в виду запись акустическая Мы хотим просто сделать концерт И записать его такой лайв-альбом сделать Вот, и... Милости прошу Мы это в студии делаем здесь замечательный шаг У нас там побольше Мы уже нашли место там, чтобы побольше людей уместилось Понятно Здесь помещается 15 человек и играют легко В легкую Мы зрителей же посадим Ну, все, ладно, обидеть хотел Обидел Я всегда говорю, ребята, в этой студии можно писаться И качество будет таким, как будто бы в студии... Ну, ладно, дело твое Значит, все, я обиделся До того, как услышал Ревского, чувствовал себя дурачком Дело в том, что универ бросил, потому что ни о чем Хватило глупости А после песни даже рад, что так поступил Не хотелось бы в этом ни о чем превращать в свою жизнь Вот так Видишь, как даже твои песни реагировали Да я обшучу, я что обиделся, что ты глядишь Нет, нет, нет Я думал, ты до сих пор переживаешь А, кстати, ты не планировал песню ни о чем пить сегодня? Ну, планировал, конечно, как же без нее-то Вот-вот-вот Поэтому Стас Крутовский, в общем, наверное, где-то так приблизительно уже догадывается Какие песни пойдут следом, посему он о ней и вспомнил А, кстати, я очень люблю у тебя массу песен Да, очень люблю песню Ну Ну, улыбайся чаще, ладно Это отдельная тема Я подумал про нее сейчас Да-да-да, улыбайся чаще, она хороша сама по себе По сути своей, по природе своей А вот я больше не буду, скажи мне, откуда Вся эта история Там с ребенком, который поет Ну, якобы поет, ты за него поешь Откуда это? У меня детей нет Вот я же говорю, откуда это? Возможно Честно говоря, я просто, не знаю, я все выдумал То есть у тебя вообще в песнях все сплошное выдумано? Ну, почти Ну, нет, оно основано в том, что у меня же есть друзья, у которых есть дети И я, не то чтобы я прям присутствовал все время про всех Или они мне все время жаловались на что-то Но я думаю, что, наверное, так будет И самое главное, я представил себе, как будет Будет у меня ребенок И что, наверное, оно вот, вероятно, так и будет А вообще, не помню, как я писал эту песню почему-то Вот есть такие песни, которые, они что-то появились И когда-то, не знаю, откуда они вообще взялись Например, открываешь блокнот, там, трехлетний А у меня на каждый год, типа, ежедневник Я там пишу стихи в основном Такой трехлетний годичной давности Альбом Блокнот Открываю, а там, бац, песня Думаю, ничего себе Маяли? Кто написал? Я, ух ты, ух ты И аккорды еще даже А аккорды кто написал? Я, под какой, под чем я был? Слушай, я знаю, что ты замечательно читаешь стихи Может быть, почитаешь что-нибудь? Раз уж ты сам сказал про стихи, которые ты пишешь, хранишь в своих блокнотах Вы знаете, а я не то чтобы готовился, но... А я люблю, ну как бы человек не готовился Но я бы думал, что если придется читать стихи, прочту Все-таки думал Новое, да Она как раз есть в блокноте Жучара Эта песня, она... Я не готовился, но я все-таки думал об этом Ну, конечно Ну, конечно Я же ехал на радио Как называется? Самое главное, что... Нет, есть название, допустим, пусть называется Мне нужно срочно вернуться на землю Окей Давай Я могу сказать предисловие, хотя могу не рассказать Ну, нет, расскажи Я всегда рассказываю стихи предисловие Это... Там может показаться... То есть песня... Тьфу, песня Это есть и песня уже Пока я прочту как стих Она про космонавта, как бы Про космонавта... Ну, там все про космонавта Но... Мне сюда, кстати, читать, да? Да нет, куда хочешь Я думаю, можно и сюда и туда Но написано... То есть было... Оттого, что я когда... Не так давно летом у меня посетило такое... Какое-то странное состояние Когда я понял, что я ни о чем не могу думать И что как-то летаю в облаках, в общем Типа того Я как бы себе сам говорил такой Эй, тебе это надо Надо вернуться на землю Надо вернуться на землю А я какой-то такой все время ходил Такой... Что-то какое-то странное Ну, бывают такие периоды в жизни Да, и в общем И надо вернуться на землю И то есть я подумал, что... У меня возник образ этого космонавта Который не может вернуться никак Вот, собственно, все Вот это его история Угу На ладони туман Венеры и Сперламутра Невесомые кольца Сатурна А я в Саратов хочу Домой Мне тоскливо и одиноко Без вайфая и интернета Я хочу оказаться дома Но пока что не знаю как Я же навыками не владею Ремеслу астронавта уж точно Не обучен И все, что могу я Иллюминаторы протирать Я тут часто чаи гоняю Из отсека в отсек по кругу Он огромной желтой соплею Левитирует от меня Слишком холодно и темно Космонавт из меня Говно Ай, браво Слушай, ну раз уж Мы ушли в говно В хорошем смысле У тебя же есть песни, которые Ну, как бы скажем Считаются неэфирными, да? Ну, неэфирными, потому что нельзя И петь в эфир Вот типа сериал, который мы упомянули Да, да, да А ты не собирался Выпускать это все, например, в цифре Ну, как альбом Именно вот такие всякие песни собрать? Да, да Нет, но многие из них будут На бардовском вот том самом Про который вот я уже несколько раз говорил На акустическом бардовском альбоме Тот же сериал И какие-то еще такие песни Где есть всякие неэфирные слова Это там будут эти песни Но не то, чтобы прям все Специально собранные А некоторые Отдельно сделать там Матерный альбом Нет, не планировал Не-не-не-не Я к тому, что есть масса песен Которые легко ставятся в эфир Которые в любом эфире звучат замечательно А есть те песни, которые Так и на концерте Можно спеть Да Поставить бы хотелось бы Но Нет, ну если надо Я запикаю, это не вопрос Это же не проблема Значит, Юлия Усова пишет Далеко не сразу поняла Творчество Василия Ульевского Впервые услышал На своем радио в ротации Какие-то песни мимо шли Другие раздражали Однажды в чате Это нормально Это нормально Однажды в чате Простите, не помню кто Хотя, предполагаю Предложил клипы посмотреть Прониклась Удивительный случай Когда песни без видео Как будто бы не полны Штучка, которая изначально Вызывала лишь вопрос Ну зачем она вообще здесь Теперь неизменно вызывает улыбку И всегда рада услышать Ульевского где угодно Песни в ротации В уютных посиделках Или вот в живых Это я сейчас отвечу сначала Юле Все дело в том, что Юлия Усова Это одна из слушательниц Которая с нами еще С тех самых пор С давних достаточно Есть такой клан Аудиторский клан С Майкайшет Нет, по-моему Она еще с нашего радио Она пришла к нам на наше Но я знаю еще людей Которые из Майка тоже Я всякий раз Периодически бросаю клич Напишите кто-нибудь Кто не пишет никогда И там вдруг Вываливается толпа Люди чаще всего молчат А есть те Кто в постоянном режиме Что-то пишет И это всегда приятно Вот Юлия Усова Очень тонкий Как сказать Слово критик не то Потребитель музыки Ее так просто Намеки не возьмешь Нам повезло Да Я считаю, что в этом случае Вам правда повезло Потому как И я вот ей хочу ответить Я всякий раз говорю Ориентироваться на творчество Того или иного артиста По одной, по двум, по трем песням Надо понимать все Абсолютно согласен Что делает артист Более того Если есть возможность Посмотреть клипы Или может быть Участие этого артиста В других каких-то Концептуальных проектах Надо обязательно это все увидеть Это работа Безусловно Это какое-то время займет Но тогда вы точно будете понимать Насколько это круто Или не круто И вы тогда сможете сказать Я по этой же причине Обычно скачиваю Вот каких-то новых там Новый исполнитель Поверяюсь там Макс Корж какой-нибудь Думаю Ну что-то Ну не буду я сейчас его Сразу раньше времени ругать Дай-ка я скачаю Вообще послушаю Ну альбом там Или там Кто-то Егор Крит Я пока еще не скачал Ну какие-то То есть появляются имена То есть понятно Какие-то девочки говорят Что здорово Ну не знаю Ну надо послушать Ивана Дорна я так послушал И в общем-то вообще не пожалел Мне понравился Иван Дорн Хотел тебя попросить Не говорить эти имена Не-не-не-не Бога ради Говори Это же ты говоришь Это же не я говорю А твоя правда Я просто Мне не все понравилось Не обязательно Я просто говорю Что да Лучше все-таки ознакомиться Я когда мне говорят Такие вещи отвечаю Что я вообще фанатию от Ваенги Перед тем как заснуть Слушаю обязательно Папа напиши Или там Дюна В обязательном порядке Просто без нее Я не знаю таких песен Ну и что ты не любишь Ваенгу Надо скачать альбом А я люблю Ваенгу Сейчас народ напрягся конечно Слушай-ка Есть смс-чка одна Ну их много Но вот одна Которую хочу зачитать 46-47 Это короткий номер для смс Сначала свои Парабельчик А дальше все что Хотели бы сказать Я думал может быть песню А теперь думаю Сначала прочитают сообщение А потом посмотрю на твою реакцию И дальше ты решаешь Что будешь петь после этого Я тогда уже возьму гитару Возьми гитару Я понял что петь в любом случае Ну а куда тебе деться то Пришел сюда зачем Песни петь в том числе Надевай надевай Я хочу все-таки Уже когда ты будешь во всеоружии И когда ты сразу сможешь Что-то спеть Ориентируясь на эту смс-ку Да Вася Ты в любом амплуа хорош Нам же нравится одно и то же Привет тебе от первой любви Вася И Вася ушел в кому Ты не помнишь свою первую любовь Я сейчас начал копать Да короче Телефон с префиксом 911 Это Москва Нет 911 я не знаю 8-911 Питер Питер наверное Так еще первая любовь А первая питерская любовь Значит врал ты ей Что первая Она у тебя любовь Да ну не Погодите Ну что Я могу тебе потом телефон дать Позвони Сейчас покраснел нет Я чувствую как ты покраснел Потому что Ну приятно же Черт возьми Все равно А ты можешь дать телефон Конечно Я его вижу Потом я так Что ты будешь в этой связи петь Скажи Немножко смутили Маурьевского Я не ожидал что так произойдет Мне казалось что он вообще не смущен Я на самом деле Ну я просто Я пытаюсь понять кто Из Да ну нет Ну Да все я понял Ладно Сейчас То есть про Макдональдс Не надо сейчас петь уже Думаю нет Думаю будет не кстати Давай Давай ту песню Которую я упомянул Баба Баби Розе Нет Вот это было бы Абсолютно сейчас Ту песню Ту песню в клипе Который я нормальный Ах вот как Ну да В общем уместно было бы Именно сейчас быть нормальным Да Как всегда живой звук Программе живые Здесь сегодня Настеревский Нам же нравится одно и то же Это такая песня на самом деле Видите Ну это только я наверное знаю Давай Ладно Ну это не моя Пусть так Ах Я хочу субтитры Подыхать Оно огромное Не теряюсь У меня есть папин компас Если бы ты встретил Того паренька Смог бы смотреть Я не теряюсь Некуда от этой жути А вот я не собираюсь сделать то Чего мне не хочется Я всегда буду сделать только то Что хочется Я не буду жаловаться на тяжелую судьбу мою Если что-то пойдет не так Я что-то придумаю Во взрослой жизни говорят много сложностей Ну и пусть я очень терпеливый Я своего добьюсь Я обязательно увижу океан, пирамиды, колизей У меня будет дом А в доме будет полно друзей Мама, папа, брат Все будут жить со мной Знаю, ничего с нами такого не случится Но на всякий случай я выучу каратэ Чтобы защищать их И даже самые страшные хулиганы Станут молить о пощаде Если бы ты встретил того паренька Смог бы смотреть в его глаза Если бы он увидел Занесла река Куда тебя Что бы он сказал А вокруг дома будут деревья, цветы Ну, типа сада Но никакого огорода Ничего там сажать, копать не надо Цветы будут самые лучшие По любе Я каждый день буду собирать их И дарить Даше Из пятого Б Она будет такая красивая Прическа, бусы, платье там Она пока об этом не знает Ей пока рано знать это Но я уже все решил Она станет моей женой Почему она, спросите? Ведь есть и другие И есть же, но Я вижу четко По сравнению с Дашей Все остальные девчонки Просто дуры, крашеные Я и во сне-то вижу только ее Даша Она умная, добрая Дает мне списывать домашку Бабуля говорит Все сойдет, как вода с гуси Нет, бабусь Я женюсь И не разведусь Мне других не надо Будь их пять или девяносто Я люблю Дашу Это же просто Если бы ты встретил Того паренька Смог бы смотреть В его глаза Если бы он увидел Занесла река Туда тебя Что бы он сказал Я хоть суббота, хоть вторник Люблю сидеть на балконе Локтями на подконник И весь мир на ладони И все до мелочи помню Пока меня не прогонит Весь мир на ладони Весь мир на ладони Автостоянка, стройка, гаражи Старый пруд Весь мир на ладони Весь мир на ладони Надо только хорошо себя вести Весь мир на ладони Ну ты с твоей нормальностью Будь ты лучше ненормальной Сейчас пробило Вот зачем ты? Микрофон меняй, пожалуйста Ну как? Это все это первая любовь Да это понятно, что первая любовь У каждого она была И само собой сразу Ностальгические какие-то воспоминания Какая-то такая Глубокая человеческая тоска На это просто повисло сейчас Надо срочно что-то под конец Сейчас будем петь Что-то очень... Меняйся, меняйся Что-то очень быстрое Может быть динамичное А может быть я больше не буду Опять же Может быть что-то веселое Но прежде чем мы это сделаем Прочитаю-ка я сообщение Алексей Воронин написал Совершенно согласен с тем Что не стоит судить Об исполнителе по одной песне А я вот как раз из тех слушателей Которые были еще с тех самых времен Пишет Алексей Пишу редко С творчеством Василия познакомился Благодаря своему радио Сначала пропустил мимо Фонова Но потом послушал и зацепило А я думаю что после вот этой песни Твое творчество может зацепить еще Тех кого не зацепил до этого Да Потому что это еще одна твоя грань Возможно неожиданная для многих Потому что все привыкли к тому Что урьевский это смешно Это весело Это где-то даже цинично В хорошем смысле Но это всегда задорно А все-таки оказывается Урьевский еще и трогательный И душевный И в общем наверное как и все мы Человек имеющий возможность И умеющий на самом деле Душу свою изливать Ты платишь когда-нибудь? Ну давай честно Ну да конечно бывало Потому что я плачу И ничего в этом страшного не вижу С годами сентиментальным становится человек Особенно когда дети Вот наверное летом как раз Последний раз Как раз тоска Когда это была Тоска да Грусть тоска Грусть тоска Но это очень хорошо Значит еще и лобильная психика Подвижная Какая? Лобильная Подвижная Извини я начинаю В смысле подвижная психика Психика которая откликается На все Входящие и исходящие Звонки Она вообще странная психика Она может не откликаться В 8 лет А потом вдруг А мужики так и живут Это бабы знаешь ли Они потом пошли Прорыдались в ванной И нормально Мужик все держит 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 В 8 лет ты говоришь Потом в один день Как Так что Америки не стало И нормально Нельзя президенты Людям которые терпят Надо ходить почаще Ну сливать Я имею ввиду негатив В этом смысле Крутая душевная песня Пишет Максим Дмитрий Написал Это было очень Ну вот Людей проняло Это круто Можем долго еще болтать Но ты знаешь Есть такая у меня все таки Кажется у меня Сейчас я смотрю на часы И понимаю что необходимо Спеть Что-то Желательно жизнерадостное Желательно веселое Еще раз говорю Что ты выбирай сам Но я уже намеки тебе кидал Я согласен с намеками Сейчас мы и да Намеки тебе Почему бы и да А почему бы Нет нет да и да А потом еще сообщаю Тем кто нас слушает Может быть в первый раз Ведь есть такие люди Тоже после этой песни Мы уйдем на паузу Небольшая будет пауза После чего вернемся в студию Еще целый час проведем вместе Но хочу еще одно сообщение Это тебе я думаю порадует У нас аудитория Что-то Подожди меня послушай С Мишей ты еще успеешь Ты с ним каждый день разговаривай Да вот У нас аудитория разная Я имею ввиду из разных мест Потому что шарик земной Мы окутываем собой И совершенно спокойно Общаемся с людьми И в разных находящихся регионах И на разных континентах Вот Александр Кентукки Он живет в Кентукки Слушает тоже постоянный эфир И кстати присадил Одного из своих соседей Америкоса На программу На саму по себе программу Живые На радиостанцию Америкос слышит Ничего не понимает Но нравится Он прется Говорит Он писал Он говорит радуется Он приходит садиться С ним Ставит колонки Ставит колонки Значит пивасы Чипасы С чипсами Все нормально И тот нифига не понимает по-русски А когда группа по-английски поют Он понимает И радуется еще больше Не понимает ничего по-русски Но так ему кайфово Я не знаю Как Александр сейчас с ним Или нет Вот что он пишет Александр А ничего так Первый раз ведь слышу И сижу ржу Обязательно скачают Для меня это открытие Правильно Александр И друга подсадить Ну давай Что это А ну все Не спрашивай Мы узнаем Как всегда Живой звук В программе Живые Здесь Василий Урьевский И вместе с ним Михаил Гардин Не забывайте об этом Пожалуйста Коми в манной каше Я достаточно поел И какао с пенкой Выпил от души Извиняйте братцы Теперь я не удел Запомни воспитатель А лучше запиши Я больше не буду Я больше не хочу Все Я больше не буду Я улетаю Я лечу Ау Знает первоклассник даже Школа это лажа Кому она нравится Пусть удавится Не учил домашку А ходил к Наташке Ложились все подушки На и читали Пушкина Что на школу Без прикола На понедельник Турник Среда Четверг Пятница Суббота Что это такое Это не учеба А работа И учителя Айда на пару слов Я сейчас скажу За всех выпускников Факов Я больше не буду Я больше не хочу Я больше не буду, я улетаю, я лечу ау Дверь нараспашку, силь в упле Я такой в рубашке, на веселе Не стесняйся, бармен, давай вперед Водка, мохито, текила и наоборот Вот девушка-студентка, красивая, как в презент Я тоже вот красивый, я тоже вот студент На двух глазах двоится, что за город, что за клуб Остановите глобус и несите мой труп Я больше не буду, я больше не могу Я больше не буду, я улетаю, я лечу Я улетаю, я лечу Я улетаю, я улетаю Я, короче, улетел, читаю все В дом жена, работа Дети, теща, тесть Денег и времени нету Геморрой есть Квартира в ипотеку Жигули в кредит Спасибо тебе за это, но, господи, я сыт Сыну третий год отдали в детский сад Дорого, пипец как, а он что-то не рад А там и каша с комочками И какао с пенкой И своя кроватка И соседка Ленка В тихий час спи, моя радость Пусть с ним, божь, как я хочу с ним Но не нужен ему ни Дед Мороз, ни Айболит Он приходит домой и говорит А я больше не буду Я больше не хочу Папа, я больше не буду Я улетаю, папа, я летаю Я больше не буду Я больше не могу Все, я больше не буду Я улетаю, я лечу Это какой-то кошмар, настоящий сын Такой же, как и я, летящий Я улетаю, я лечу Ну, давайте продолжим с радостью И величайшим наслаждением Слушать песни от Василия Урьевского Сегодня у Василия здесь, Михаил Гарнин вместе с ним Пауза была долгая, длинная Поэтому прямо сейчас с песней начнем А дальше уже поговорим Название даже произносить не буду Все поймете сами Погнали Ксюша следит за собою отчим А Маша даже умываться не хочет Маша следит за фигурой, как может А Катя жрет по ночам пирожи Катя готовит не мучая А Лена не может сварить пельмени Но Лена умеет все Вечно по дому дела А Лена не может сварить А Лена не может сварить пельмени А Лена не может сварить А Лена не может сварить пельмени 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 Но сказать по совести Даже в такой она хороша Как мысль-то пришла Написать это? Тут народ спрашивает Как пришла идея Константин спрашивает Написать песню Баба Баби Рознь Это что было? Вообще Я более широко Извини Как тебе пришла в голову мысль Петь И петь о том О чем ты поешь Ты же актер Ну давай А теперь про эту песню конкретно эту песню я написал просто потому что я иногда балуюсь в голову приходит и они мне очень нравятся меня забавляют разные, забыл, а литерация ну вот такие интересные словосочетания, как например новая картина Квентина Тарантино карантин в квартире Буратино всякие такие штучки, и вот это Баба Баби Розин Баба Баби Розин помнишь было шоу бы не хило, да? у меня была идея сделать программу, чтобы было не хило ну вот а литерация, они и есть а литерация ну да, и вот эта фраза у меня возникла в голове Бабы Баби Розин и я подумал, что надо сделать такую песню, ну и сделал ну просто кто-то тут Иван, например, пишет, что с твоих слов где-то ты об этом сказал, вроде бы как в посиделках у Чехова есть такой ведущий на одной из лучших российских радиостанций работающий днем так вот, вроде как Пушной тебя натолкнул на эту мысль есть такой, я, то есть пришла вот эта отдельная мысль ничего, ничего это люди там на улице живут, люди работают что, прикрыть? а можно, я сейчас, я играю в одном темпе, а там в другом темпе ты же, ты же, ты же, ты же на улице я так сейчас мозг обрался знаешь, анекдот есть, старый-старый анекдот, когда утро Париж пол шестого утра и дворник на улице метет пшш 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 открывается окошко, полуголая барышня француженка из окошка месье вы сбиваетесь ритма весь квартал пшш, 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 пшш да, вот у тебя, видимо, та же самая история сейчас прикрыли окошко все спасибо, спасибо большое вот, а отвечай на вопрос незадолго до того, как в голову мне пришла фраза баба-баби рознь я посетил концерт Александра Пушнова в Саратов, он приезжал я сходил, мне понравилось я был как бы под впечатлением от того, как он себя ведет на сцене как он вообще проводит концерт он тоже в ротации ну, кстати он того стоит да, безусловно вот, ну и все, собственно а потом мне пришла эта мысль в голову и поскольку в голове вот это вот еще было впечатление от Пушнова и я такое подумал надо сделать как бы ну, получилось пародия на Пушнова которая пародирует Рамштайн вот так ну, в электрической версии она так и звучит и я теперь понял почему у меня было были такие ассоциации с Рамштайном значит, все-таки правильно Вася это смс-ка пришла такая занимаешься ли ты астральными путешествиями или осознанными сновидениями вопрос непонятный от кого но к вопросу о левитации чая в космосе чай левитирующий в космосе а нет спасибо ёмкий ответ ёмкий я люблю Васю за то, что он ёмко отвечает и кстати кто-то тут уже подмечал такую мысль была, не помню а вот Аня Анухова кстати творчество Василия знаю и люблю уже достаточно давно будь то песни или стихи и так весело и ёмко рассказать о насущных вещах и мыслях которые хоть раз были у каждого в жизни это действительно талант Вася, ты супер ну вот в короткой относительно да, песни три, три с половиной минуты четыре действительно уложить туда в эти тексты и в эти эмоции в эти ассоциации которые там целый пласт ну это действительно не каждому дано значит Влад Шакин пишет добрый вечер всем это в группе ВКонтакте сижу, слушаю и не отрываюсь знаю данного исполнителя совсем недавно он для меня является человеком который поднимает настроение ставлю для себя в ряд с пушным шаовым бобрами гринько спасибо за прекрасный вечер вот так все спуталось в мозгу Влада пожалуйста ну нормально спуталось ну да, да нет, нет, нет я не спорю да, нормально так спуталось у человека в сознании а вот вот было а, я, по-моему, зачитывал уже да, от Александра из Кентуки с женой он сидит помнишь? да, то, что не с другом а с женой с женой сидит ну правильно с женой сидит надо с женой сидеть да, да, да тут такой заряд он пишет классный написал он об этом в чате тоже в чате на сайте ну а теперь я знаю, что ты вообще-то хотел начать этот час чего-то нового ну относительно нового это я тебя сбил да, мы сейчас давай тогда что это будет за песня и будет ли она в том альбоме о котором шла речь который готовится что-то по поводу я не помню будет ли она там может быть не знаю нет, скорее всего она будет после Бардовского я сейчас не могу сказать назвать дату или даже год наверное в следующем году будет альбом следующий с группой более в привычном звучании и вот наверное эта песня будет там когда-нибудь не скоро через альбом ну в любом случае люди сейчас ее услышат когда-нибудь да будет и будут оценивать уже как будет выглядеть следующий за следующим альбом как всегда живой звук в программе живые здесь сегодня Василий Юрьевский и Михаил Гардин сейчас он с аккордеоном поехали я мечтал о собственном бассейне всегда чтобы в нем зимой была горячая вода чтоб не гадились соседи мне в бассейне том я хочу иметь отдельный двухэтажный дом я хочу я хочу машину прям как из моего сна чтоб такая в городе была всего одна мощные колеса через пробки проезжать быстрый как ветер чтоб никто не мог догнать я хочу я хочу мачу-пихчу чтоб беру и поэтому я беру кредит чтоб отдать кредит Я хочу, чтоб день рождения был волшебным днём Чтоб Меладзе и Бейонса пели мне живьём Чтоб репертуар только мне был посвящён Чтобы Иван Ургант вёл бы праздник и ещё Я хочу, я хочу Мачу-Пичу, что в Перу И поэтому я беру Кредит, чтоб отдать кредит Ещё один кредит мне не повредит Ещё один кредит уже не повредит Ещё один кредит уже не повредит Ещё один кредит уже не повредит Ещё один кредит, чтоб отдать кредит, чтоб отдать кредит Кредит, чтоб отдать кредит, чтоб отдать кредит Никаких скороговорок не нужно На втором курсе театральном у нас прямо педагог по речи Который сейчас работает актёром в театре в Калининграде Передаю ему привет, вряд ли он слушает Как зовут? Алексей Павлович Грызунов Ну, на всякий случай В Калининград нас слушает же Конечно Передавайте привет театру драматическому В общем, у меня мамочка там работала Он был у меня педагогом по речи в Калининграде, да? Она везде работала Она актриса Во многих городах И в Калининграде тоже Я сам режиссёр по образованию Ты забыл, что ли? Я театральный человек Поэтому, когда говоришь о театре Я тоже спрашиваю фамилию Потому что мы могли пересекаться так или иначе где-то Ну, не мы так мам Я в Саратове там Ну, да, понятно Хорошо, когда я был на втором курсе Он был у меня педагогом по речи И он давал нашему на курсе задание Именно сочинять эти трудноговорки Вот эти трудноговорки Именно их придумывать из ниоткуда Мы делали целые, ну, как бы, этюды Где нужно вдвоём, втроём общаться Общаться с помощью трудноговорок То есть нормально говорить было нельзя Им нужно было говорить, перевыговаривать Вот так всё время Шикарно А делали вы упражнение «Чтобы я мог сделать один»? Классическая штука, нет? Ну, в смысле? Выходит один студент или актёр на сцену И размышляет сам собой Бродя по сцене «Чтобы я мог сделать один»? «Чтобы я мог сделать...» Нет, «Чтобы я мог сделать...» Выходит второй С этой же фразой Третий, пятый и так далее И, в конце концов, броуновское движение Совершенно чумовая получается история И сбиться нельзя И ритм нужно держать Ну, очень красивая эта штука У нас мастер Такими штуками не брезговал Заставляя нас сталкиваться лбами Потому что ты же входишь в роль Ты же входишь в состояние Нифига вокруг себя не видишь А тут тебе какой-нибудь крупнолобый такой «Тумс!» Что бы я мог сделать? Один... Андрей Демьян стихотворение написал Вот так сходу Десять минут тому назад Посвящённое кому, как ты думаешь? Мне? Естественно Нет, не пирожок Вполне себе три Четверостишья Поёт про паспорт Сериалы Супермена Про Путина, который виноват во всём Про то, что улыбаться надо чаще Про штучку Есть она и песня ни о чём Весёлый и задорный кукловод Поэт Среди толпы фотографов и музыкантов И после свадьбы Жизнь то есть, то нет И носит же земля Таких талантов Мы все клянём Америку во всём И вроде баба-баби-рознь Реально А слушаем Василия И вместе с ним поём Короче, я физически расслаблен и морально По-моему, красиво По-моему, красиво Андрею спасибо большое Ну, потом ты это всё можешь увидеть в группе, в переписке Зафиксируй себе Мне кажется, это было бы неплохо Сейчас, подожди секундочку Я же хотел проверить Сколько народу мы тебе сегодня подарили Да, напоминаю, что нужно вступать в сообщество Луриевского Потому что это было бы несправедливо Если бы сегодня после эфира К нему сообщество пришло меньше Вконтакте, да Вконтакте, в фейсбуке Пожалуйста, да Меньше, чем я рассчитывал Много пришло А даже пока мы прорекламировали сообщество Прорекламировали То ещё и вот концертов Конечно, вот я сейчас хотел тебе сказать Давай-ка, наверное, напомню народу Я написал себе специально Я не забыл бы Давай Дорогие москвичи Дорогие мои москвичи А ты сейчас ещё даже Чё, подыграешь? 3 октября Это, ну, так, почти скоро Ну, недели две, полторы надо подождать 3 октября мы будем играть На Большой Дмитровке Есть паб Ирландский называется Tap and Barrel Может, это как-то так У него будет день рождения Мы будем, например, подарок Играть с группой в полном составе Да И приходите Вот Вот такие у нас Такие отбивочки на концертах Миша делают Красиво Вот, ну, и Я не знаю, так, раз услышат везде Я так Давай-давай, приду нескоро 17 октября в Питере 17 октября в Питере Клуб The Place The Place И 24 октября в Самара Там будет Зимний, как, осенний Метафест Метафест послевкусия Я не знаю, автопатия Как они там называют В общем, там буду Не только я Там еще Вдовин будет И еще будут Ребята Ничего так Ребята будут Вот Мы там будем с Мишей Приходите Спасибо Нет, ну зачем Ты все равно подключен к звуку Зачем тебе этот микрофон Чтобы шляпать У тебя живот микрофон? Конечно А, у него микрофон Делай три микрофона Ну, собственно, пока хватит 3 октября Москва 17 октября Питер 24-го Самара И добавляйтесь в группу Там вся более подробная информация есть То есть в группах ВКонтакте В Фейсбуке Приходите Все концертные даты Практически все Имеют место быть Ну, отлично Таким образом Мы сегодня еще раз призываем Вступать в сообщество К Василию Ульевскому И ВКонтакте В Фейсбуке Там будете получать всю информацию В первую очередь Это очень важно Потому что Коральник требует переклички С чего вдруг Олег Олег Коральник Харьков Я его перекликнул Уже Ладно, пока будет следующая песня Ну, давайте потом Может быть, Вася Будет интересно узнать Где сегодня Какая география Сегодняшнего эфира У нас такая традиция была Я ее потом отменил Надоело зачитывать Но потом придешь домой Почитаешь В общем, как только будет Зазвучить следующая песня Пишите из какого Понеслось Ух-та Напишите, в каком городе Вы слушаете эфир сегодня Ульевскому Я думаю Да и, собственно, Мишу Тоже будет интересно Где сегодня программу слушали Что дальше-то будет? Что дальше? Нет, нет, погоди Ты ее не убирай Я не знаю, чем будем играть Давай А я не ему А я и не ему Что это будет? Это будет Давай вот эту грустную Дуту песню Только микрофоны не путай Да Мы споем грустную песню Ну, да Называется Должен признаться Мы ее очень редко поем Тоже Ну, что-то Я, кстати, любит Рустам Нуреев Пусть это будет для него Хорошо Для продюсера и директора коллектива По сути дела Рустам Нуреева Погнали Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Я должен тебе признаться Я должен тебе признаться Нет больше сил держать в себе В себе Ты не все обо мне знаешь Ты не подозреваешь Ты не подозреваешь, где Я бываю после С тобой наши встречи Когда мы не вместе Куда захожу вечерами Куда захожу вечерами Сразу же после работы Где провожу свое время Где провожу свое время Когда говорю, что с друзьями Я знаю, это грех И я потерянный человек И я потерянный человек Узнай же правду Пусть будет так Я хожу в Макдак Я ем в Макдаке Да, я хожу в Макдак Я люблю бигмаки Находил, хожу, пойду Магнаггетсы прекрасны Пусть мне гореть в аду Пусть жарится на масле Безумный кайф ловлю Для пищеварения Для пищеварения Вот то, что я люблю И нету мне прощения И мне плевать на стыд И на фигуры тонус Я уже погиб Раз я хожу в Макдональд Я хожу в Макдональд Ты Макдаку не предлагал эту песню в качестве рекламной песни? Я хотел, но... Не туда, не тот микрофончик Поменяй Хотел предлагать, но не предлагал Вообще, когда мы заходим с инструментами Макдак Да Как-то на нас сразу косо смотрят И мы даже не успеваем начать петь То есть мы могли бы, в принципе, даже не спрашивать никого Мы хотели бы выступить на корпоративе Макдака Надо спеть эту песню Группа одной песни для Макдака Шучу Смотри, я так пробегу сейчас по городам Тебе, наверное, будет любопытно Миша тоже, наверное Ухта Понятно это где, да? Там, кстати, нет Ну, в смысле Я там не был, поэтому вообще Ну, далеко В общем, да, там другой совершенно часовой пояс Абсолютно другой Там уже ночь Архангельск Киров Богородск Красноармейск Это Украина Семипалатинск Казахстан Донецк Нефтьюганск Ханты Мансийский автономный округ Екатеринбург Алматы Казахстан Балакова Саратовская область Тула Питер Москва Ну, это понятно Ульяновск Олгоград Краснодар Пенза Новгородская область Значит, Лондон Да, мы уже говорили про Кентукки Вот тебе Лондон Значит, Клин Это рядом Совсем недалеко Если есть организаторы из Лондона Милости просим, что называется Балакова Саратовская область Сочи Самара Ну, тут много Ты себе сделаешь Енакиево Ну, и так далее Очень широкая география И сегодня Ростов Ну, пожалуйста Кто спрашивал про Ростов Вот он Когда-нибудь так будет звучать наш Ну, то есть, тур Мы будем только афишу читать так долго То есть, с туром Я думаю, что эти времена скоро настанут Мне так почему-то кажется, что такие времена Скоро должны настать Особенно при Ну, пускай Такой Может быть Точечной поддержки Центрального телевидения Канала России А, кстати, ты прошел в четвертьфинал Или куда ты прошел? Ну, да В следующий этап Да, четвертьфинал Потом будет полуфинал И потом в финал Ну, то есть, я не знаю, куда я там пройду дальше Но четвертьфинал Да Еще раз, как программа это называется? Это Главная сцена Главная сцена Второй сезон В прошлом году был первый раз Сейчас вот второй Канал Россия-1 Ну, да То есть, могу сразу сказать Если вы хотите смотреть его только из-за меня Пока можете не смотреть Ну, то есть Нет, ну смотрите Там есть очень много интересных На самом деле Других артистов А мы То есть, следующий Вот четвертьфинал Который еще даже пока его не сняли А когда его снимут Его только покажут Это в ноябре Аж в ноябре Да, появимся Ну, меня сейчас, когда удивило То, что нельзя петь свой материал Мне кажется, что твой материал Твой авторский Был бы даже несколько поинтереснее Чем то, что вам надо петь Имея в виду известные Какие-то Кому-то песни Я не спорю С этим не согласна Даже я не согласна Но Есть Правила Понятно Ну, правила так правила Бог с ними, с их правилами Так Почему в Ухте ночь непонятно В коме московское время А, да Ну, возможно Я, честно говоря, потерялся Сменились часовые пояса Мне тут поправляют Почему в Ухте ночь Ну, все равно так далеко Ну, все равно ночь Сейчас на дворе 21-34 Это что, не ночь, что ли? В коме московское время Я считаю, что после девяти вечера Уже и ночь наступает С другой стороны Часовые пояса изменились Сейчас до Урала все московское время Действительно Да, правда Нет В Самаре Мы недавно опоздали на концерт Мы запомнили Что в Самаре-то? В Самаре вернули их время Вернули время? Не московское Ну, все, я запутался окончательно Раньше до Урала Вот какой-то был период До Урала было время московское Вот этот период Дальше поменялось Мы тоже к этому периоду привыкли И поэтому опоздали на концерт Ну, вот и все Так что, извините Как Ухтагородцы Как сказать? Ухтача Ухтачань Ухтцы Ухтинцы Ухтинцы, наверное Ну, наверное, как ухтинцы Я сейчас, чтобы никого не обидеть Москвачи Москвуны Ну, чтобы и нас тоже немножко Припустить Извините, ухтинцы, скорее всего Да, вот Андрей пишет ухтинцы Извините, не знал Потому что, в моем понимании Как раз там-то уже время Должно было быть не московское Ну, все опять поменялось Все опять поменялось В этой жизни ничего вообще Постоянного нет в России Почему многие иностранцы Остаются в России жить и работать? Я спрашивал Говорят, потому что у вас все время Что-то меняется Не скучно Все время что-нибудь происходит Помню, что в одном эфире А это уже было Вот, значит Сейчас, сейчас, сейчас Всегда поражает Пишет Сейчас, кто это пишет вообще? Кто это? Кто это написал? Кажется, поражаюсь Когда Вася кидает Вася кидает То в смех, то в мурашки Со слезами Супер Вот такая оценка Творчества Урьевского Как говорит Екатерина Гопенко Ничего не могу с этим поделать Да, да, да Это у нее любимая фраза Да, да, совершенно Ничего не могу с этим Где-то было еще Одно сообщение С которое я планировал Зачитать Вот оно Расплескалось Расплескать каплю мгновения В нефтяную пленку Двух часов На пол моря Нормально, да? Задыхаться потом Рыбой от восторга И триумфа В честь победы музыки Над тишиной Впитывать в себя Губка и слова И знания Слушать живых А сегодня Урьевский в эфире Кончаю Грузилову и Чернуху Жду позитива Иван Терпенчук Нормально? Вот Вот как можно Такой человеку в голову Может прийти Чтобы вот это вот Красиво Прет его Прет человека, да? Прямо прет человека И еще одно было Ну ладно, потом Чтобы времени не терять Я думаю, ты уже что-то готовишь Потому что ты как нервно На меня посматриваешь Не-не-не Что хотел? Я думал, что петь просто Ты еще и думаешь? У тебя же план там есть Подошел? А Все Решили? Что это будет? Это еще одна песня про деньги Хорошо Это никогда не повредит Как всегда Живой звук в программе Живые Василий Ильевский Есть такие люди, мама Которые не любят Пень ее птиц Один парень уверен, что она острая Поэтому никогда Не пробовал пиццу Никогда, мама Одни говорят Мы равнодушны К Бродскому Ну В целом К его текстам Есть и кого бесит Как танцует Майкл Джексон У них есть это упрямое жило Они добрые люди, мама Они добрые люди, мама Ну Просто у них так сложилось Есть те, кто обходят театры И цирки стороной Есть те, кто считает, что Путин Многим Плохо управляет страной Ишь чего Ишь чего Ишь чего Ишь Ишь чего Иешь чего Ишь Ишь чего Всем не угодишь Евреи ненавидят арабов Арабы ненавидят евреев И тех и других мама очень не любит скинхеды А я не нравлюсь своему соседу У них есть это упрямое жило Они неплохие люди, мама Ну, просто у них так сложилось Никто не любил меня, мама Никто не любил меня, мама Так, как любила ты И вот я сижу И делаю выводы Всем понравиться нельзя Каждый по-своему тебя оденет Всем понравиться нельзя, мама Если ты не пачка денег Ай, браво Ай, браво Или Оленев Оленев Вот так кажется ставится Или Оленев Оленев, по-моему Да? Я тоже сказал Оленев, но он Оленев Но есть фамилия Иванов И пишется одинаково Иванов, что Иванов Я все не могу Оленев, да Не могу запомнить Когда-то давно, пишет он Познакомился с Васей И понял, что это более чем Серьезный человек И боюсь, что образ раздолбая Ему уже наскучил Насколько человек прав? Про образ-то твой Не наскучил Нет еще пока Нет Ну, слава богу Блюз мне в уши Как же круто Андрей Демьян пишет Жеванный крот Как у нас принято Ругаться в программе Глубокомысленно Пишет Константин Кстати, а ты кавер делаешь? Ну вот Кстати, да Я имею в виду В полной мере кавер Ну вот перепевку Сейчас Мурку начнешь, что ли? Подожди секунду Я имею в виду так Чтобы это был кавер Перепевка Чего-нибудь такого Суперизвестного Знакомого Известного На свой лад, как водится Ну да Да Мы Ну, во-первых, надо сказать Что в 2009 году Мне пришло в голову Сделать В Саратове Такой же проект Как Ричард Чиз В Америке есть Который делает Собственно кавера В джаз лаунже Таком На Ну, мировые хиты Я говорю Давайте будем брать Отечественные хиты И у нас есть Хорошие джазовые музыканты В Саратове Давайте мы сделаем Такой же Я сделал Аранжировки И будем играть И я сделал И мы играли И играем Периодически иногда И с тех пор Ну, там У нас большой репертуар Такой набрался Там часа на два Такая программа есть То есть, ну, вот Собственно, вот это был Самый мой активный Период работы В сторону каверов Вот именно с этим колесом Вот именно в джаз Такой мы там заделывали А тут вот этот проект Главная сцена На втором канале возник Которым нельзя петь Своё Надо делать Надо петь чужие песни Но там, в общем-то Как раз-таки Приветствуется Оригинальное прочтение Неожиданное А ты, кстати А ты не имеешь права Петь то, что ты пел там Я, честно говоря Ни у кого не спрашивал Можно или нет То есть, да И, ну, я не слышал Что нельзя В принципе, никто Я тоже не слышал Размобы не слышали Пока мы этого не слышали Миша, ты слышал, что нельзя? Нет Ты тоже не слышал А давайте спойте то, что ты как раз пел В этом проекте Ну, давай только микрофоны не путай Да Мы споём Мы там пели две песни Одну споём Давай Давай 46-47 Это короткий номер для ваших смс Сначала пишите свои Про Бельщик А дальше Слушаем эфир в Питере 17-го к тебе Придём в Плейс Там очень хороший звук Это питерцы уже откликаются Сейчас готовы на концерт прийти Погнали? Погнали Как раз песня про первую любовь-то Слушает ли она сейчас? Ветер с моря дул Ветер с моря дул Нагонял беду Нагонял беду Ты сказала мне Ты сказала мне Всё, давай, я больше не приду Больше не приду Видно не судьба Видно не судьба Видно нет любви Видно надо мной Посмеялась ты Посмеялась ты Видно не судьба Видно нет любви Видно надо мной Посмеялась ты Посмеялась ты Времена пройдут Годы пролетят Но первую любовь Настя Не вернёшь назад Слышишься 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 Осборни Посмеялась Это не судьба, видно нет любви, видна надо мной, посмеялась ты. Ну я забыл, аккорды там, это и не важно. На самом деле, в первый раз меня пробило, ну, Бронемир есть такой замечательный исполнитель. Да, конечно, мы с ним знакомы. А, чудесно. Вот когда он пел «Аэропорт» своим хриплым голосом здесь же, я лежал практически. Сейчас я был уже готов к этой песне, просто я ее слышал уже в той программе, поэтому, когда я слушал ее в первый раз, стоим еще фонарем этим под глазом, почти натуральным, я думаю, надо же, может там действительно все произошло, продюсер, какой продюсер, ну, Рив, что ли, побил, когда, ну, это было эффектно очень. Народ пишет, огонь просто, только включил, жалко, почти весь эфир пропустил, послушаю в подкастах обязательно. Мы же все потом в аудиоподкастах, в видеоподкастах выкладываем, распространяем по интернету, как можем. Однако солидно, пишет Владислав Масликов, классно звучит, прямо-таки душевно, надрывно, с юморком. Респект. Спасибо. Респект. Вот мы сейчас готовим вторую, ну, мы не можем раскрывать никаких секретов, ну, кроме того, что мы готовим, мы прошли в четвертьфинал и там делаем другую песню, могу сказать, что это песня из кинофильма, из отечественного, там такое задание, что все должны брать песни из отечественных фильмов. Не важно каких, но из кинофильмов. Ну, да, из любых, ну, таких, которые все знают. Вот мы взяли из Гайдаевского, у него много хороших песен в фильмах Гайдая, и, ну, ну, аржировка готова, репетируем, я думаю, будет не хуже. Будем надеяться. Лекса пишет, обнаружила на своей физии пару мышц, о которых раньше не знала, и которые сейчас свело от хохота, классно. Ну, вот видишь, какие реакции. Ну, кстати, сказать, между прочим, будьте аккуратнее там, потому что, если уж так сведет, так сведет. Вы эти мышцы помните сейчас, не дай бог, после чего. Бывает, знаешь, как сводит. Человек хохочет, челюст, правильно? Я оставался так. Поэтому чуточку надо массажика сделать этим мышцам, которых раньше вы не обнаружили для себя. Вась, дорогой, у нас осталось, правда, совсем мало времени. Я не буду теперь рекомендовать, что петь, просто потому что на две, ну, максимум на три, может быть, ну, вот две точно надо спеть обязательно. Ты что-то планировал по-любому. Уже слышу. У нас есть как бы две точно. Вот. Мы поехали. Поэтому, да, поэтому давай не будем откладывать в долгий ящик, давай попоем. Надо, чтобы вся твоя программа сегодня прозвучала. Как всегда, живой звук в программе «Живые» здесь сегодня в Зелевеевске. Поехали. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Еще маленький был говорили, пойдешь в школу, там классно Тебе понравится в школе все, с первого и до последнего класса Пришло время, дали портфель, надели форму и отправили к восьми утра в школу Я пришел, смотрю, а что-то как-то все не по приколу Грязные тряпки, тройка в четверти, подъем в семь утра Столовка, сменка, училки вот эти, все зра, литра И вот это все друг за другом, день за днем, день за днем, день за днем Я думаю, что-то школа как-то не о чем Песня не о чем Песня не о чем А потом был универ, хороший, престижный, старый И понеслось друг за другом семестры, сессии, пары, пары Я там хорошо учился, я получил даже красный диплом Но так-то, если подумать, и диплом ни о чем Песня не о чем Песня не о чем Ни о чем А потом познакомился с девочкой из хорошей семьи Хорошая фигура, машина водила ровно, готовила вкусно И сама такая, не дура Мы хорошо даже пожили с ней два года на съемной квартире вдвоем Но однажды с утра просыпаюсь, смотрю Блин, ни о чем Песня не о чем А потом устроился на работу Доход хороший, не печальный Начальник молодец А потом как-то так Бац! И я сам начальник Но, наверное, лучше было бы стать учителем Не знаю, там, или врачом Потому что вроде все есть Но все как-то Ни о чем Песня не о чем А потом поехали мы с женой на Мальдивы Она меня замучила Говорит, поехали, поехали, там так красиво Приехали, а она опять Че у тебя все видно в морду кирпичом? Да я не знаю, блин В эти Мальдивы А-а-а-а! А-а-а-а! И вот я думаю, что когда прямо умру Встану ура и вору Бог ходит на встречу и скажет Ну че? А я в ответе открою рот Я буду просить у Бога Дай пожить немного Дай пожить еще немного А он посмотрит на меня Скажет нет Так, и пойдем Ты оглянись назад Че ты там сделал-то? Ну так, по чесноку Боюсь, я тебе здесь Ничем помочь не смогу Я буду говорить, как же? Неужели я хуже всех? А он пожмет своим белым плечом Скажет нет, ты нормальный чувак Но как-то... И вот я прохожу домой Падаю в кресло Совсем устал И включаю радио Хочу послушать радио Любимое радио Никакое попало Все досталось Может, что чего-то приятного Чего-то для души такого Нерезкого А там по радио Какой-то кураевский Придурков так и будут На радио пускать Так, далеко не уйдем Ладно бы еще Песня была нормальная А то и песня Ни о чем Песня о чём, дорогие друзья, специально для вас на своём радио Можно подпевать прям легко слова, да простые Ла-ла-лай, ла-ла-лай, ой, всё, эй, погнали, эй Ла-лай, ла-лай, песня о чём Ла-лай, ла-лай, песня о чём И, главное, морды кирпичём — Ай, браво! — Кстати, вот с этой песней у меня была проблемка одна. — А, я помню, да. — Ты понимаешь, о чём, да? — Я помню, да. — Скорее всего. Потому что там, где Господь говорит... — Что ты там сделал-то? — Ну так, да. — Ну так. — Ну так, по-честному. — По-честному через запятую. — Я сидел, делал на всю громкость на ушах. Ну что он там? Он точно сказал «ну так», чтобы потом к нам не было... — Что ты сделал там «ну так». — Ну да, ну да, ну да. — Ну так. — Ты это явно произносил так, чтобы оно читалось двусмысленно. — Ну, кстати, нет. — Нет? — Правда, да не было такой мысли. — Ну, в общем, запикивать не пришлось, слава богу, потому что я точно разобрал там «ну так, хорошо». И никаких вопросов с этим, собственно, больше не возникло. — Ну так, ну так. — И вот теперь, кстати, с тех пор я теперь стараюсь вот не слепливать это «ну так», а как бы «ну так». — Иначе звучит как «ну так». — Ну да. — Как «ну да». В общем, да, нельзя, в общем, такие слова в эфире употреблять. Слово «употреблять» люблю, его можно употреблять, а вот нельзя. Ах, как мало времени. Скажи, пожалуйста, ну так, по честнокупности, сколько по времени по хронометражу та песня, которую ты закончишь? — Примерно. — Ну, примерно три минуты. — Ну так. — Ну так. — Значит, у нас есть чуточку ещё времени. Я хочу сказать спасибо. И ты знаешь, вот что, огромное количество людей сейчас отписалось уже, что неожиданно для кого-то это всё было, потому что песни какие-то знали, какие-то нет. Здорово, что ты спел сегодня две очень лиричные песни. Очень личные и лиричные. Те самые медленно. — Две было, да? — Две было, как минимум, такие вот, которые пробивают и прошибают. Вместе с этим свои старые добрые хиты и новые, которые наверняка будут рождаться в будущем. В общем, мы тебя ждём всегда. Если какие-то новые песни, новый альбом появляются, ты знаешь, куда их нужно, ну так, по честноку, куда их нужно отправлять. — Спасибо. — Аудитория тебя любит, и, слава богу, для своего радио, для аудитории своего радио, ты давно уже абсолютная звезда. Слава богу, что так слава... А это он намекает, чем заканчиваешься? — Ну нет, мы знаем уже, чем заканчиваешься. — Да. — Мы всегда этой песней заканчиваем. — Замечательно. Я поэтому ещё буквально два слова хочу сказать. Это тоже важно. Концерты, которые будут в ближайшее время, всё это вы можете обнаружить в официальных сообществах у Василия. Это может быть и ВКонтакте, это может быть и в Фейсбуке. В общем, где вам удобнее, там и ковыряйтесь. Всё, вся информация там дана. Мы сделали сегодня, как мне кажется, всё возможное для того, чтобы тех, кто не был близко знаком с творчеством Урьевского, познакомить с ним поплотнее, порадовать тех, кто любит Кураевского, того самого, из песни «Ни о чём». Ещё раз порадовать их его творчеством. Плюс к тому, какие-то грани, возможно, Васины раскрылись для вас по-новому, а может быть, даже и неожиданной стороной. Что ещё приятнее, что лично мне кажется ещё более даже полезным, чем всё остальное. Надеюсь, что встреча наша не последняя, не последняя. Я тоже надеюсь. А для этого ты должен работать, писать песни, новые альбомы, чтобы наши встречи были каким-то образом определены и понятны. Завтра, это в качестве анонса, я сообщаю, совершенно другая музыка, абсолютно другой саунд, совершенно иное звучание. Группа «Раунд Хиллз». Надеюсь, что людей, любящих музыку, потяжелее. Завтра это именно и привлечёт программу «Живые» с 8 до 10. Каждый вечер по будням мы выходим в эфир, в эфир, я имею в виду, в студии, в эфир своего радио. Ну, а сейчас надо уже, к сожалению, прощаться, песенку петь. Что это будет? Это будет песня «Я пришёл на эту землю, чтобы делать хорошо». И ты прав, ты это делаешь. Спасибо огромное. Василий Ульевский был в программе «Живые». Всем пока. До завтра. У меня есть какая-то отметина, но что это? Мама не ответила. И в консерватории Собинова я был какой-то особенный. И теперь иду осторожненько, верной своей дороженькой. И у меня есть какая-то миссия, и я уже не боюсь её. Я пришёл на эту землю, чтобы делать хорошо. Я пришёл на эту землю, чтобы делать хорошо. Ай-елюли, е-е-е, ай-елюли, е-е, ай-люли. Много есть разных тем же, где люди занимаются тем же. Ай-люли, е-е, ай-люли. Но не такой, не такой я. У меня своя история. Ай-люли, е-е, ай-люли. в мире много насилия просто мир пока не знает василия я знаю все это лечится я спасу человечество я пришел на эту землю чтобы делать хорошо я пришел на эту землю чтобы делать хорошо знаю разных я ребят делать делаю дело не любя в торопях и нервы теребят а я купил себе гитару надо начинать себя я пришел на эту землю чтобы делать хорошо хорошо вот и все я пошел на эту землю чтобы делать всем ништяк и ништяк вот и все делать хорошо хорошо вот и все я пошел на эту землю чтобы делать всем ништяк опля и ништяк миша давай соляк для вас сегодня на аккордеоне гитары и клавишах играл михаил гардин на аккордеоне продолжает до сих пор музыкант из саратов а я василий урьевский такой же я мы 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 пришли на эту землю чтобы делать беляши опля беляши вот и все мы пошли